Без них не обходится почти ни одно расследование. С их помощью с начала года в Самарской области раскрыто более двух тысяч преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В преддверии дня службы криминалистики, который отмечается 19 октября, следователи-криминалисты областного управления Следственного комитета показали журналистам свою работу в реальных полевых условиях. Действие происходило на берегу реки Самарка. Павел Баймаков с подробностями. После вызова на место преступления они, как правило, прибывают одними из первых. Чтобы сохранить следы, участок, которые необходимо изучить, сразу же оцепляют по периметру. За эту ленту журналистов обычно не пускают, но сегодня для нас сделали исключение. По легенде, на этом месте совершено убийство в кратчайшие сроки. Следователям нужно обнаружить тело и орудие преступления. С помощью металлоискателя специалисты буквально ощупывают каждый квадратный метр. Уже через несколько минут есть результат. На земле найдены несколько 9-мм гильз и одна старая от охотничьего ружья. Становится примерно понятно, с помощью какого оружия было совершено преступление. На берегу пистолет найти не удалось. Решили проверить воду. С помощью подводной камеры криминалисты исследуют дно реки. Все отображается на мониторе. Находка на глубине более 2-х метров. Специалисты определяют это пистолет Макарова, из которого предположительно и были выпущены найденные гильзы. Так это или нет, позже установит экспертиза. Нерешенным остается один вопрос. Где же тело? Визуальный осмотр территории результатов не дал. С помощью георадара на небольшой территории проверяют почву. И видим, как прибор фиксирует резкое изменение структуры среды. То есть здесь имеет место быть объект, который ярко отличается от структуры грунта. В среднем рабочая глубина до 2-х метров. Но у нас есть сменные экранированные антенные блоки. Проще говоря, это просто антенна, которая пробивает грунт вплоть до 8 метров. Следователи приступают к раскопкам. И вот результат достигнут. Зрелище не для слабонервных. Но обычно в тех случаях, когда работают криминалисты на месте настоящего преступления. Сейчас это, к счастью, обычные пластиковые бутылки. Но чтобы найти даже их в земле еще каких-то 8 лет назад, приходилось прилагать немало усилий. На сегодняшний день могу сказать, что техники, которые есть сегодня, конечно, нам тогда во время, когда мы работали в органах прокуратуры, еще и не снилось. Сегодня мы оснащены по самому последнему слову техники. У нас есть криминалистическая техника, специализированная техника. За 9 месяцев 2018 года в Самарской области с помощью следователей-криминалистов было раскрыто более 2000 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В этом году, 19 октября, российской службе криминалистики исполняется 64 года. Павел Баймаков, Роман Апарин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова